Добрый день, добрый день. Ну что, я, собственно говоря, вам передаю слово, главный пульмонолог армии, профессор, он расскажет о ковиде, а я пока выключаюсь на время. Спасибо. Глубоко уважаемые коллеги, ну сегодня мы будем, мне кажется, чуть-чуть повторяться, потому что речь пойдет о новой коронавирусной инфекции и, конечно же, в первую очередь об амбулаторной практике. Мы немножко построили по-другому свой доклад в виде того, чтобы озвучить все-таки, какие у нас с вами есть проблемы и, может быть, предложить решение или, по крайней мере, обсудить их вместе с вами. Проблемы мы с вами говорили в прошлый раз, практически месяц назад, в отношении ведения подобного рода пациента. Заполиваемость высокая, да, вполне очевидно, но мы прекрасно понимаем, что нынешний штамм вируса приводит в большей степени к нетяжелому течению. Но у нас с вами осталась дискретная проблемная группа, речь идет о факторах риска в виде, да, пожилого возраста, о котором сегодня как раз упоминал Павел Андреевич. Это действительно проблемные пациенты. Конечно же, коморбидный фон особенный, который может привести к прогрессированию этого заболевания. Значит, у нас с вами есть проблема, мы постараемся ее решить, потому что, выделяя эту группу пациентов, мы можем предложить варианты противовирусного лечения. Что у нас с вами есть еще? У нас с вами есть вот эта проблема, связанная с полипрагмазией. Конечно же, слово ковид практически сразу же заставляет и практического врача нервничать, если он видит перед собой проблемного пациента. Конечно же, это сразу же заставляет проблему для родственников, естественно, для самого пациента. И хочется сделать так, чтобы завтра не было температуры, завтра не было кашля, и нужно назначить какую-то волшебную таблетку. А их, оказывается, больше десятка, которые пациент принимает, в конечном итоге заканчивается целым рядом нежелательной химии. Антибиотик. Ну, конечно, куда без антибиотика, извините за выражение, потому что речь идет о каком-то непонятном заболевании. Антимикробная терапия совершенно не нужна этому больному, к сожалению, до сих пор назначается. Ну, и, конечно же, нерациональная симптоматическая терапия оказывается с этим тоже большое количество проблем. Сухой кашель почему-то является основанием для назначения луколитиков, наоборот, продуктивный кашель, да, какие-то нерациональные режимы фармакотерапии используются. А теперь давайте попробуем. Конечно же, широкое внедрение различных методов этиологической диагностики – это благо. Благо для нас, благо для пациента. Почему? Мы можем у постели больного поставить этиологический диагноз. Для чего это нужно? Для того, чтобы выделить группу, которым однозначно необходима какая-либо фармакотерапия. Такие возможности у нас с вами есть, об этом мы сегодня достаточно подробно поговорим. Давайте внедрять, давайте разрабатывать алгоритмы, позволяющие у постели больного применять вышеозначенные тесты. В частности, в носоглодочном москве методом методографического анализа определения антигена вируса SARS-CoV-2. Это, безусловно, обладает хорошей практической значимостью. А самое главное, все-таки это цена, которую мы можем заплатить за это исследование. Все-таки не столь высокая, а для государственной практики, мне кажется, это вполне себе подъемная вещь. Зачем это нужно? Затем, чтобы мы с вами не назначали, на самом деле, не очень нужную для пациента фармакотерапию. Конечно же, есть исследования, которые не продемонстрировали на самом-то деле, ну, по большому счету, никакого значимого эффекта введения пациентов с COVID-19, когда мы говорим, например, об индукторах интерферона, об интерферонах и целом ряде других препаратов. Но у нас с вами появились лекарственные средства, которые прекрасно воздействуют на вирус SARS-CoV-2 и приводят к действительно прекрасному практическому эффекту в виде снижения риска госпитализации, то, что нам нужно именно для этой дискретной проблемной группы, и снижения риска фатального исхода. Речь идет о молнопировире, речь идет о комбинированном препарате, я его буду называть либо Покславит, либо, соответственно, Мира Вивер, потому что сегодня мы будем говорить, в том числе, или, вернее, в первую очередь, именно о российских препаратах. Ну, а в отношении молнопировира речь идет о торговом названии, соответственно, Ковипир. Далее. Что мы можем в этой ситуации далее сделать? Мы, очевидно, диагностировали новую коронавирусную инфекцию, оцениваем факторы риска прогрессирующего течения, вернее, сделали это параллельно, потому что у молодого пациента, наверное, и иммунографический тест мы проводить не будем, потому что вряд ли это приведет к какому-либо, соответственно, итогу в виде назначения фармакотерапии. Вот перед нами проблемный больной, соответственно, диагностировали Ковид. Все, мы с вами больны в этой ситуации, оценив правильную необходимость назначения этих лекарственных средств, их применять. Молнопировир или Покславит, речь идет о Ковипире и, соответственно, Мирбиде. Правильная симптоматическая терапия и антикоагулянт в случае наличия факторов генозного тромбоэмболизма, который как раз у этой категории пациентов, безусловно, наверняка есть. И, конечно же, переживаемые больным респираторные инфекции, да еще протекающие с лихорадкой, вполне очевидно, являются основанием для подобного рода фармакотерапии. О чем бы мне хотелось остановиться? Противовирусный препарат. В чем была проблема до, наверное, 2022 года, когда появились вышеозначенные препараты? У нас с вами был Рэндисевер. Прекрасный препарат, но почему-то использующийся только лишь в условиях стационара. У нас с вами был целый ряд препаратов, которые не показали свою клиническую эффективность. И все это дело рассинхронизировало, по большому счету, наше понимание противовирусной фармакотерапии. Хотя ведь мы все прекрасно знаем, это проблема, да, вот перед нами решение. Что если есть лекарственные средства с, в том числе, доказанной клинической эффективностью, инвитров, пробирки в отношении определенного возбудителя, то все, что касается вирусных респираторных инфекций, будет работать только в первые несколько суток. В фазу репликации вирусной инфекции они работают, эти препараты, соответствующим образом. Либо препятствуют проникновению вируса, да, либо они препятствуют как раз репликации соответствующего респираторного вируса. То есть, если мы успеваем, как раз в нужные сроки, то мы можем получить соответствующий клинический эффект. То есть, например, если мы откроем инструкцию по применению того же самого асильтемивира. А напомню, что вот наряду с молно-пиравиром, наряду с виробивиром, когда мы говорим о SARS-CoV-2, в отношении других респираторных вирусов доказанная стратегия у нас существует только при гриппе. Речь идет о проситемивире и знаменитии. Что написано на инструкции по применению этих препаратов? Только одно, что только их назначение в первые 40-8 часов с появления первых принципов заболевания может позволить переломить течение болезни. То есть, раннее назначение получения соответствующего эффекта. В случае COVID-19 это вообще имеет непосредственное значение. Почему? Потому что вирус приводит к обосредованно вирус-ассоциированной гиперцитокинемии, которая в свою очередь приводит к соответствующему поражению респираторных агилоглёйких, ну и, конечно же, вирусы ассоциированы к агилопатии. То есть, если это уже есть, значит, добиться эффекта от противовирусных препаратов, наверное, будет достаточно сложно. И в конечном итоге сейчас перед нами очень серьезнейшая задача. Препараты наконец-то появились. Препараты доказали свою эффективность. Но они даже в самом начале, зарубежная практика, наши коллеги ошибались неоднократно даже в отношении подобного рода лекарственных средств. Они проводили исследования, в том числе при средне-тяжелом и тяжелом течении COVID-19, что, в общем-то, было бессмысленно. Логику мы с вами сейчас проговорили. И вот сейчас совершенно четко, зарубежная практика вполне очевидно перестроилась. Нам это нужно было сделать тоже вчера. Прекрасное средство, в частности, молно-перавир, один из первых пероральных противовирусных препаратов, которые продемонстрировали преимущество в снижении госпитализации и смертности при введении пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Вот этот препарат действительно мы можем использовать в реальной клинической практике. Ну и целый ряд исследований демонстрируют именно вот эту стратегию, о которой мы с вами только что обговорили. Раннее лечение молно-перавиром снижает риск госпитализации и смерти у больных с COVID-19. И одно еще исследование, которое вы видите на этом экране, которое, в общем-то, порядка 700 человек зарезервировало в плане назначения соответствующего молно-перавира. Плацебо получили 665 пациентов, вернее, завершили 5-дневный курс. И оказалось, что в отношении как раз процента госпитализации и летальных исходов преимущества были на стороне молно-перавира. Поэтому, конечно же, этот препарат препятствует прогрессированию заболевания, но и сопровождается меньшим риском госпитализации и, конечно же, меньшим риском летального исхода от этой самой проблемной дискретной группы населения, к которому относятся пожилые и лица с различными комарбитными заболеваниями, в первую очередь с ожирением, сахарным диабетом и артериальной гипертензией. Конечно, мы должны и можем использовать этот препарат в реальной клинической практике, только нужно это делать в нужные сроки. Ранее назначение – хороший эффект. Еще один препарат, речь идет о Нирмат-Релвире, препарат для перорального приема, активный ингибитор протеазы. Он доходится в соответствующей лекарственной форме вместе с той знакомой нам ретеновир. Но здесь ретеновир – это не действующее вещество, это препарат дополнительный, который замедляет метаболизм действующего противовирусного препарата и поддерживает, таким образом, более высокие концентрации основного лекарственного средства в кровотоке. Повторюсь, что речь идет, ну, в большей степени, наверное, сейчас о препаратах российского происхождения. В Ковипире мы говорим о молнопировире, Мировире, речь идет о том самом, соответственно, комбинации Нирмат-Релвира с Литонавиром. Исследование, которое видите на этом экране, ну, в какой-то степени, даже, насколько я знаю, закончилось раньше, нежели запланированное для этого протокола сроки по одной простой причине. Препарат действительно был высокоэффективен в введении пациентов с факторами риска с новой коронавирусной инфекцией. Этот препарат, да, который применялся у более чем 2000 человек, в конечном итоге привел к значительному риску, снижению риска госпитализации, а в отношении летальных исходов групп и больных, которые получали, соответственно, данный лекарственный препарат, их просто не было в отношении плацебо, к сожалению, такие случаи наблюдаются. То есть здесь высокоэффективная лекарственная стратегия при раннем назначении. Случаи не тяжелого течения новой коронавирусной инфекции препятствуют дальнейшему развитию этого заболевания, которое в конечном итоге может привести этих проблем пациентов к госпитализации, ну и, конечно же, к сожалению, к фатальному исходу. Такие случаи, в том числе и в настоящее время, к сожалению, встречаются. Давайте посмотрим на официальную статистику. Мы прекрасно знаем, что, к сожалению, не менее, по крайней мере, нескольких десятков человек от COVID-19, по крайней мере, по официальной статистике, к сожалению, погибает. То есть мы с вами можем реализовать эту идею в реальной клинической практике. И, конечно же, очень здорово, что и в отношении рекомендательных актов сейчас и молно-пиравир, да и комбинация веробивир, она, в общем-то, есть в наших национальных рекомендациях, и мы можем использовать это в том числе в амбулаторных условиях. То есть это очень важный момент, мне кажется, это в какой-то степени прорыв, когда все уже совершенно поняли, что эти препараты до стационарного звена совершенно не подходят. Эти лекарственные средства спасения для наших пациентов, когда мы говорим об амбулаторных практике. В качестве примера решения этой проблемы перед вами рекомендации Семьерной организации здравоохранения. Если там два года эту организацию в какой-то степени лихорадила, потому что, в общем-то, целый ряд таких вот рекомендаций, не обновлявшихся, кстати говоря, долгое время, иногда вызывали соответствующие вопросы. Сейчас такое, кстати говоря, тоже есть в отношении и терминологии, например, поражения лёгких и так далее, и так далее. Но в отношении лечебной практики здесь никаких вопросов не возникает. Обратите внимание, это амбулаторный пациент, а вот это стационарный. И обратите, пожалуйста, внимание, коллеги, каким образом мы можем повлиять на течение болезни у этих пациентов. Даже рендисивир, безусловно, мы можем и должны применять, но только когда? В первые пять суток с момента появления клинических признаков этого процесса. Пожалуйста, мы можем организовать это в рамках дневного стационара. Это тоже будет приводить к хорошему эффекту. И, кстати говоря, у компании Primafarm есть ещё и рендисивир в своём соответствующем запасе, арсенале. А у нас с вами для реальной практики и в московском регионе, и в целом ряде регионов нашей страны, есть молнопировир, ковипир и есть соответствующая комбинация под торговым названием миропивир, которую мы можем использовать по показаниям COVID-19 у пациентов, входящих в группе риска. Ещё раз повторюсь, в отношении ковипира, молнопировир, клиническая эффективность крайне высокая, по части снижения риска госпитализации и летального исхода. В отличие от предшествующих лекарственных средств, которые тоже пока остаются в рекомендательных актах, здесь, по крайней мере, и безопасность, и удобство применения. Очень важный момент, тоже, о котором хотелось бы проговорить, короткий курс лечения, пятидневный, для всех вирусных заболеваний, респиратурного тракта, это самый важный вопрос, потому что трёх-пяти дней, как правило, хватает, чтобы прервать дальнейшую логическую цепочку в виде прогрессирования болезни. Это, конечно же, очень здорово, поэтому возьмите на душу. Ну и, конечно же, потрясающий препарат, когда мы говорим о комбинации, речь идёт о Миробивире, где вообще беспрецедентная эффективность в отношении вируса SARS-CoV-2, уменьшение риска прогрессирования заболеваний до тяжёлых форм на 89% при раннем начале терапии, ну и, конечно же, с точки зрения комплаентности, это очень удобный препарат, потому что и пять дней, ну и соответствующая дозировка утро-вечер, по крайней мере, не оставляет никаких точек надея в отношении этого вопроса. Помните, раньше мы использовали при некоторых формах лекарственные средства сейчас и фамилиппировира, крайне высокие дозы, которые, по крайней мере, даже пугали наших пациентов, потому что это практически горсть таблеток, которые может принимать соответствующие наши пациенты. Но здесь речь идёт действительно об одной капсуле, да, утром и вечером. Это очень удобная ситуация, как я говорил о вербине. Обратите внимание, что в отношении именно торгового наименования вербивир, где содержание и нервного тривира, 150 мг и 100 мг ретинавира, идентично оригинальному препарату и позволяет рационально дозировать это лекарственное средство в зависимости от состояния пациента. То есть в ряде случаев мы даже можем редуцировать дозу, когда речь идёт о нетяжёлых формах почечной недостаточности. В реале случаев это действительно как бы может нам пригодиться. Ну а самое главное, это, конечно же, вот именно та самая облетка, которая действительно очень удобна для приёма нашими пациентами. Ну и, наконец, несколько вопросов, здесь уже в большей степени дополнение в отношении лекарственного взаимодействия. Собственная практика, да и, в общем-то, те исследования, которые я прокомментировал, они вполне очевидно говорят о хорошей переносимости, да, и монопировира, и вербивира, но всё-таки в отношении нежелательных явлений, по крайней мере, компании-производители очень отдают серьёзное внимание этому вопросу. Ну, действительно, препараты прекрасные, и они должны, так сказать, какое-то долгое время быть в нашем арсенале, а любое нежелательное явление, вы прекрасно понимаете, оно уменьшает энтузиазм в дальнейшем приёме и пациентам. Если у нас не получилось, то, конечно же, и мы с вами начинаем относиться к этому достаточно настороженно. Поэтому это действительно тот менталитет, о котором, ну, в общем-то, можно долго говорить. Поэтому каждый препарат, любой, включая соответствующие лекарственные стратегии, должен назначаться по показаниям, то есть тогда, когда это необходимо. Таким образом мы исключаем сразу огромное количество межелательных пыль. Но и в случае, конечно же, комбинации монопировира с ретонавиром, мы должны ещё и выяснить, какие препараты пациент получает в том числе, да, и не назначать параллельно данное лекарственное средство. Действительно, лекарственное взаимодействие – это очень важный момент. Некоторые выдержки в отношении этого препарата вы видите на экране, с чем не стоит применять. Ну а самое главное – вот тот алгоритм назначения, шаги, которые предпринимаются для минимизации риска лекарственного взаимодействия. То есть мы, в общем-то, выясняем у больного, и это можно сделать в течение практически минуты, какие препараты пациент получает, посмотреть инструкцию к межелательному вирусу, дальше уточнить, в том числе на сайте, который видите на этом экране, что тоже достаточно просто сделать, да, установить мобильное приложение, есть ли какие-то противопоказания и возможности по лекарственному взаимодействию, а дальше уже принять важное решение. Либо сделать выбор в пользу, например, монопаравира, либо скорректировать дозировки, а в ряде случаев может быть даже и принять решение об остановке на вот эти 3-5 суток о применении лекарственных средств, которые принимал пациент ранее. Здесь все-таки острая ситуация. И назначить данный препарат, получить клинический эффект и вернуться к долговременной фармакотерапии. Наверное, где-то так. В отношении нерамдесивира и рамдеформы я тоже упоминал в своем выступлении возможности, когда он будет работать, тоже ранее назначение. Так как это парантеральный препарат, то в рамках, конечно же, амбулаторного введения этот дневной стационар, это было в свое время реализовано в целом ряде регионов нашей страны, поэтому мы тоже можем этим с удовольствием воспользоваться. Поэтому, конечно, завершая разговор о важных противовирусных препаратах, я всегда это делаю, показываю данный слайд. Коллеги, у нас с вами есть лекарственные средства. Мы запомнили, записали их название. Они есть в нашем арсенале, по крайней мере, в московском регионе и в крупных регионах нашей страны. Я уверен, наверняка они есть и практически во всех уголках нашей Родины. И здесь только лишь правильное их назначение нам поможет. Это проблемные пациенты, наличие соответствующих показаний, это подтвержденный ковид, ну и, конечно же, ранее назначение. Первые трое-пять суток с момента появления первых признаков этого процесса. Вот когда мы успеваем в эти сроки назначить, мы получим хорошие клинические эффекты, на что пациент не попадет. Ни в отделение ревнимации, даже в леде случаев не будет госпитализироваться, ну и, конечно же, у него будет меньше риск, в том числе фатальных исходов. Дальше. Правильная рациональная симптоматическая терапия. Я не буду показывать слайды, коллеги, но если бы мы с вами встретились очно, я всегда с удовольствием спрашиваю, какой препарат в случае COVID-19 и наличие кашля у этого больного вы назначите. И, к сожалению, ответ, наверное, будет следующим. Это мукоактивный препарат. Здесь на, в общем-то, обсуждение врачебного сообщества у каждого есть какая-то своя любимая стратегия. Но ведь отнюдь кашель при COVID-19 непродуктивен. Кашель связан с нейрофизиологическим механизмом. Кашель связан с выработкой различных медиаторов, воспалением, но это не сопровождается повреждением эпителия трактного киаминого дерева. Нет субстрата для назначения мукоактивных средств. Только противокашливые средства, которые могут прервать этот патологический процесс, симптом, который, в общем-то, в ряде случаев даже приводит к неблагоприятным последствиям, ну, в большей степени, у тяжелых пациентов. А в реальной амбулаторной практике, конечно же, это ухудшает качество жизни. То есть противокашлевой препарат в случае COVID-19. Давайте закроем вопрос с антибиотиками. Это серьезнейшая проблема, нерешаемая до настоящего времени. И опять-таки стоит посетовать, потому что в Российской Федерации частота привлечения антибиотиков до сих пор достигает 50-70%. За рубежом перестроились значительно быстрее. Они были более поздними в рамках создания документов, препятствующих назначению антибиотиками при COVID-19, но среагировали значительно быстрее. К сожалению, мы до сих пор применяем антибиотики в случае COVID-19. Давайте расставим эти точки на 3. COVID-19 крайне редко осложняется бактериальной пневмонии. Речь идет о нозокомиальных процессах внутри больничных. У больных спустя 10-14 суток нахождение их в отделении эмоцинфицированной терапии. COVID-19 не приводит к развитию сепсиса и септического шока. Если подобного рода ситуация наблюдается, это бак инфекции. И когда мы говорим о гиперцитокиномии, не нужно путать это с сепсисом. Речь идет о цитокиновом шторме, который мы купируем не антибиотиками. Мы купируем противороспалительным препаратом, среди которого гормоны, либо ингибиторы рецепторов в комплекте в шестом. Ну и, конечно, COVID-19 не приводит к развитию бактериального воспаления дыхательных путей. Это слишком такая, может быть, с претензией фраза, но я все равно ее произнесу. Мы не часто видели больных, например, с хроническим бронхитом, которые заполивали COVID-19, и у них наблюдалась клиника обострения. Это позволяет нам говорить, что в отличие от вируса гриппа, от других респираторных вирусов, вирус SARS-CoV-2 не приводит к поражению петелиотрахимихиального дерева и не сопровождается в большинстве случаев более высоким риском возникновения обострений таких хронических заболеваний. То есть, вот такой вот уникальный вирус, который приводит к совершенно специфическому поражению респираторных отделов гриппа. Но, к сожалению, повторюсь, в нашей стране до сих пор частота увеличения гриппа, к сожалению, крайне высокая. Дальше, на чем бы мне хотелось остановиться? Это, конечно же, и вопросы терминологии, с одной стороны, с другой, это подход к фармакотерапии. Сейчас ситуация крайне сложная. 50 на 50 разделились случаи действительно бактериальной инфекции, приводящей наших пациентов в стационар, вполне очевидно. А другая часть, уже значительно меньше, это COVID-19 с поражением легких. Конечно, давайте возвращаться к самому началу. Алгоритму диагностики бактериальных процессов, жизнеугрожающей пневмонии, которая, к сожалению, уносит, наверное, достаточно большее количество жизней, нежели COVID-19. Мы говорим о фокусе мелкопузырчатых гриппов, мы говорим о продуктивном кашле, при COVID-19 сухой, о лейкоцитозе с палочкой единым с двигом и о более высоких цифрах C-реактивного протеина, который более, как минимум, 50 мг на литр, в случае COVID-19, эти цифры значительно меньше и совершенно не коррелируют с объемом поражения респираторных отделов легких. В отношении других респираторных вирусов, наверное, нам стоит достаточно жестко менять отношение к терминологии. Вот перед вами такой пациент, это не COVID-19, это гриппозная инфекция. Но поверьте, и у этого больного нет признаков бактериальной инфекции. Нет лейкоцитоза с палочкой единым с двигом. Уровень ЦРБ, ну, по крайней мере, в первые три дня с момента, ну, вот такого прогрессирующего течения процесса, он всегда меньше 50 мг на литр. Не надо называть это вниманием. Назовите это вирусное поражение легких, неустановленная этиология. Но, действительно, это сразу позволит нам сделать несколько правильных шагов. Первое – это этиологический диагноз, это ПЦФ-диагностика. И, наверное, мы закроем сразу же 80% вопросов, которые возникнут перед нами, если обнаружим вирус SARS-CoV-2, если обнаружим вирус гриппа, и будем соответствующим образом назначать, в том числе, там, по необходимости противовирусной терапии, если мы говорим о гриппе. Потому что в случае гриппа H1 на 1, мы, действительно, осильтемиве, даже запаздывая пятидневные сроки, да, которые мы сегодня обсуждали, можем назначить. Ну, а в случае, конечно же, COVID-19, варианты по противовоспалительной терапии, которой я сейчас коснусь. Ну, не буду останавливаться на других клинических примерах, мне кажется, мы с вами неоднократно их обсуждали, потому что матовое стекло сейчас, да и, по большому счету, наверное, год назад, это уже не абсолютный диагноз COVID-19. Для того, чтобы, по крайней мере, даже предположить инфицирование вируса SARS-CoV-2, нужна, скажем, соответствующая клиническая симптоматика и соответствующий анализ. Ну, вот у этого пациента с постлучевым химонитом, наверное, мы не будем даже предполагать наличие вышеозначенной инфекции, а будем, в общем-то, ориентироваться на мемнистические данные и назначать правильную фармакотерапию. Конечно же, лечение в условиях стационарных. Здесь, как бы, ситуация выглядит следующим образом. До сих пор мы, к сожалению, не знаем, какой части наших пациентов нам нужно назначить гормон. В какой части нашим пациентам мы должны назначить моноклональный антител. Но если в отношении гормональной терапии становится все понятно, если есть признаки дыхательной недостаточности, точно данная фармакотерапия принесет положительный результат, то выбрать того больного, которому исходно действительно показана упреждающая противоспалительная терапия с использованием моноклональных антител, достаточно сложно. Поэтому этот слайд до сих пор, спустя два года, наверное, призыв к пониманию ситуации, с одной стороны. Ну а самое главное, собрать воедино этот алгоритм, который бы точно нам позволит сказать, кому, да, в какой группе мы будем проводить фармакотерапию вот этими лекарственными средствами. На чем бы мне хотелось остановиться? На проблеме и на ее решении, когда мы говорим о введении больных в стационаре. Если мы возьмем российские рекомендации, вот в этой категории пациентов, госпитализированных, вы найдете опять перечень, ну, совершенно непонятных, мне кажется, возможностей, в том числе, да, которые будут упоминаться. Но здесь-то, в этой ситуации, единственное, что мы можем предложить, это антикоагулянт, он действительно в этой ситуации показан любому больному с поражением легких, это действительно так, тем более требующим госпитализации, в том числе даже не нуждающимся в оксидентной терапии. А вот если есть острая дыхательная недостаточность, ее признаки, то, конечно же, здесь либо глюкортикостероиды, либо гибиторы рецепторов кенталекин-6, либо их комбинации. Но вот в отношении и достероидов, в отношении того пулу пациентов, которым мы можем привлечь применение моноклональных антител, до сих пор у нас, конечно же, нет полноценного, так скажем, согласия в отношении выбора того режима фармакотерапии. Но, по крайней мере, у нас с вами есть принцип, который нужно придерживаться. Это вот именно то, что мы можем сделать, понимая патогенное соколевание, осталось только все-таки выбрать правильное решение. Глюкортикостероид, антикоагулянт 7, да, мы помним, либо моноклонарь антител, либо комбинацию. Все зависит, конечно же, и от уровня гиперцитокинемии, то есть концентрации гиперцитокин-6 в плазме крови больного человека. Это зависит и от клинической симптоматики прогрессирующей, дыхательной недостаточности, да, конечно же, это все нужно нам соединить в паэтиль. Глюкортикостероиды. Дозировки обсуждаются ДЕКСА 6-12 мг, либо метилпреднизолом 250-500 мг в сутки, то есть варианты пульсотерапии, все-таки опять зависит и от уровня цитокинов, и от уровня цели активного белка, и, безусловно, от клинического состояния пациентов, и здесь перед нами, мне кажется, достаточно простая логическая задача. Есть признаки дыхательной недостаточности, ЦРВ невысокий, поражение легких на уровне КТ1, КТ2, ну, наверное, дексаметазона в этой ситуации будет достаточная, с хорошей дозой антикоагулянтов. Перед нами быстро прогрессирующий пациент, попавший в стационар на 8-10 сутки, то есть уже достаточно поздно, у него есть поражение на уровне КТ2, КТ3 с дыхательной недостаточности, на мой взгляд, метилпреднизолом 500 мг в сутки, три последовательных дня прекрасной лекарственной стратегии, которая позволит прервать, в общем-то, это течение заболевания. Есть несколько важных моментов, то, что терапию группы к стероидам больше 10 дней, но нет смысла в этой ситуации проводить. Дозы в проекте, методические рекомендации, которые делают Российское Респираторное Общество и РВНОТ, я принимаю участие, в том числе, в отношении как раз формирования стратегии к участию к применению группы к стероидам, видите на этом экране. Пожалуйста, можете воспользоваться, соглашаться или нет, безусловно, наше общее право, но логику мы с вами обговорили, мне кажется, в этом и состоит решение этой проблемы. Конечно же, в амбулаторных условиях использовать группу к стероидам нецелесообразно, профилактическое назначение, на мой взгляд и на наш взгляд, взгляд экспертного сообщества, приводит только к худшим результатам. Действительно, это так, потому что у тех больных, у которых недостаточные дозы применялись, как мне кажется, в глюкордкостероидной терапии, если пациент будет прогрессировать, даже высокие дозы могут не сработать, и здесь точно моноклональные антитела. Ну и, конечно же, в отношении моноклональных антител, леви-лимаба и тоцеризумаба, как мне кажется, для понимания того, что мы можем предложить, нам нужно определять уровень интерлеким-6 в обязательном порядке, потому что от этого очень многое зависит. Вообще, преадиктивная ценность, то есть прогноз, если он крайне высокий, конечно же, мы даже у пациента с КТ-1, с КТ-2 будем применять хорошие дозы леви-лимаба, либо использовать тоцеризумаб, да, потому что мы прекрасно понимаем, что нам нужно заблокировать именно рецептурное звено. И, конечно, вот те показания, которые вы найдете в нашем национальном документе, нужно расширять. Нужно расширять за счет Интабекин-6 у всех больных, которые попали в стационар, конечно же, учитывать коморбидный фон, в том числе, кстати говоря, учитывать предшествующий прием противовирусных препаратов, да, мы вспоминаем опять про КВИПИР и МИРОВИВИР, Ну и, конечно же, все-таки, вот даже вот в этих ситуациях, расширяя пул обследования, да, или пул тех необходимых процедур, которые могут быть применены, наверное, в любом стационаре, мы можем уже сразу же варьировать, что мы будем применять у этого пациента, упреждающего противовоспалительную терапию леви-лимабом, либо, например, в комбинации с дозами гликотокостерония. Ну, что не вызывает никаких вопросов, это, конечно же, рекомендации по неотложному применению вот этих самых компонентов противовоспалительной терапии. Если перед нами быстро прогрессирующий пациент, да еще с фибрильной лихорадкой, признаки дыхательной недостаточности однозначно диктуют необходимость применения противовоспалительных средств глюкокостерония в армакотерапии. Если объем поражения леви-лимабом, более 30 грамм на миллилитр, конечно же, здесь комбинация с ингибитором и рецептором леви-лимабом будет наиболее властелой. И, наконец, это такой программный вариант решения возникших вопросов. Единая терминология. Про пневмонию мы говорили много раз. Нельзя называть любое поражение леви-лимабом, для этого нужны соответствующие критерии. Если будет диагноз пневмонии, все успокоятся. Через два дня на фоне антибиотикотерапии пациент будет ухудшаться. Конечно же, это приведет к смене антибиотика. Ну а спустя 10 дней у нас нет ни диагноза, у нас нет эффекта от фармакотерапии. Мы потеряли больную. Зачем отпускать это время? Нужно оценить в течение этих суток то, что происходит. Если нет лейкоцитоза, нет локальных симптомов и, в общем-то, ЦРБ невысокий, не надо говорить о пневмонии. Можно написать поражение легких в рамках предполагаемой вирусной инфекции. Это точно сподобит нас с вами для дальнейшего обследования пациентов, но и в конечном итоге в более ранней сроке постановка правильного диагноза с фармакотерапией. На наших мероприятиях, я думаю, что мы будем рассказывать о таких клинических примерах. И буквально сегодня мы столкнулись с подобного рода ситуацией. Правильная оценка на вышестоящем этапе эвакуации в пользу вирусного поражения легких. Соответствующая диагностика оказалась от пневмоциста пневмонии, но, по крайней мере, диагноза пневмонии, требующего массивной антибиотикотерапии, не звучала. Речь шла об поражении легких, но вот такого непонятного генеза, и вот это матовое стекло, мне кажется, было совершенно правильно, и в конечном итоге за сутки удалось процесс диагностировать. Единый протокол ведения больных, амбулатория, стационар, логика, да, разумение, показания, назначение. В отношении противовирусных препаратов правильной стратегии мы сегодня, мне кажется, очень много поговорили. У нас есть два потрясающих средства, да, молный пюровер, речь идет о ковипире, и, соответственно, комбинированный препарат российской компании выпускает, который действительно обладает хорошим клиническим эффектом, и его можно использовать в реальной клинической практике высокоэффективно. Правильная тактика противовоспалительной терапии, да, вакуал-стационар, оценили возможности, выбрали направление, которое, конечно же, не до конца отработано, но, по крайней мере, понятное, да, что мы можем сделать. Выбираем дозы, выбираем направление, либо комбинируем соответствующую, да, фармакотерапию ВКС с монтронами метител. Контроль за назначением антибиотиков, ну и, конечно же, правильная симптоматическая терапия, в этом тоже не стоит забывать. Неправильный, не по показаниям назначенных препаратов, обязательно приведет к нежелательным явлениям, либо разрушит кооперацию врач-пациент, нам будут не доверять, и, конечно, это приведет к дальнейшему усугублению соплевания нашего пациента, да, и ничего хорошего у нас не получится. Это тоже очень важный момент. Благодарю за внимание, коллеги, готов ответить на вопросы, если такая вывода нет. Спасибо. Большое, там не очень много вопросов, но вот может ли быть эксидоративный приврит при ковиде? Маловероятно. При ковиде может быть все. Маловероятно, Павел Андреевич. Какой другой врачей должен быть механизм повреждения партериальной инфекции? Смотрите, у вас же все равно там ДВС, сепсис, почечная недостаточность, еще что-то. Конечно, в конце там может быть все что угодно, противень мягкой может быть, но это не признак болезни ранней, скажем. Это не ковид, это осложнение. Это осложнение, вероятно, с бактериальной инфекции. Может, но к самому ковиду прямого отношения не имеет. Так, значит, второй вопрос был, что в Ульянской области не нашла эти противовирусные. Ну, здесь что мы можем порекомендовать, Павел Андреевич? Только искать. Я уверен, что в аптечной сети наверняка есть. Они все ушли в так называемый ритейн, в том числе эти лекарственные средства. Ну и, конечно, писать в Минздрав, в Ульянской области. Сейчас, говоря, еще есть такой интернет в помощи. Сейчас есть и аптека, есть масса, так сказать, вещей, которым помогают найти препарат довольно быстро. Вот видите, российские компании очень активно сейчас вступают на эту стезю, и это, конечно, очень удивительно, что есть два потрясающих препарата, причем вот у нас в России есть два дженерика. Я сегодня упоминал и рапивири, и ковипири тоже прекрасные варианты. Я думаю, что как раз на качество будет прекрасно. Какова причина нерациональной антибиотикотерапии, на Ваш взгляд? Это вторая лекция будет сейчас. Это точно, да. Мне кажется, это наш менталитет, как уважаемые коллеги. И плюс COVID-19 разрушил, ну, хоть какую-то стройную систему, которая и так-то, в общем-то, не была в отношении введения пациентов с респираторными инфекциями. Надо ее создавать вновь, причем у нас есть уникальная возможность сделать это по таким горячим следам, с достаточно жесткими организационными мерами, но это очень просто. Просто мы говорим об этом неоднократно, осталось только Вашу поддержку получить, и, наверное, может быть, снизу внедрять эту практику рассверку у нас окончательно не получается. Я могу прокомментировать, что антибиотики при гриппе назначали всегда и везде. Просто мы сейчас, это высветилось, да. Может быть, не так часто больные госпитализировались, и мы не видели этой антибиотикой резистентности. А сейчас, когда стали их класть в больницу, они уже все первично резистентны, и уже дальше, так сказать, антибиотикотерапия, когда развивается действительно септический процесс, она становится неэффективной. Но вообще мы всегда много говорили об этом, все врачи направо и налево амбулаторно давали антибиотикой при любом насморке. Ну, это ужасно, но что можно, это называется кол на голове и тишине. Так, есть ли у пациента младше 60 лет артериальная гипертензия хорошо контролируема, то нужен ли при легкой форме ковида назначать ему му-му-пи-равир? Ну, вопрос задала Светлана Байбородова, я специально прокомментирую, потому что, мне кажется, Светлана на всех мероприятиях ваших, Павел Ильич, даже их присутствует, за что ей спасибо, она всегда задает вот такие каверзные вопросы. Светлана, я не знаю, нужно смотреть на пациента, оценивать другие факторы риска, и, конечно, это тоже в какой-то степени искусство, которое ложится на ваши плечи. Все-таки выбрать этого больного. Нет в отношении этих препаратов, ну, и вообще стратегии каких-то прописных истин, ну, той самой поваренной книги, к сожалению, никто не знает. Конечно, у этого пациента, наверное, стоит перестраховаться, наверное, поискать еще другие признаки, которые могут привести к прогрессированному заболеванию. И в зависимости от этого, в общем-то, выбрать правильную фармакотерапию. Польза – риск, да? Поэтому, конечно, если пациенту 50 лет, артериальная гипертензия, ну, может быть, еще какие-то элементы метаболического синдрома и прочее, прочее, то, наверное, стоит подумать о назначении. А если таких нет, то, наверное, понаблюдать вот эти 2-3 дня, и тоже есть такая возможность. И в зависимости от сохранения лихорадки, принять решение, ну, даже спустя 3 дня о назначении того же самого многих параллеров, которые мы поговорили, ничего плохого не будет, если лихорадка фибрильная будет сохраняться. Вот, наверное, такой, по крайней мере, приблизительный алгоритм мыслей, которую я буду послушать. Запись вебинара ведется, он всегда будет на нашем канале YouTube. Пожалуйста, гнот. В интернете есть, но время теряется. Ну, а искать, ходить по аптекам не теряется, на автобусе ездить? Мне кажется, что проще в интернете посмотреть. Это быстрее точно будет. Вы уже прицельно пойдете либо в аптеку, если это есть в аптеках, либо закажете, и вам привезут через пару часов домой. Знаете, сейчас это очень распространенный способ покупки лекарств. Так, ну что, еще вопросы есть какие-то? Ну, тогда я два слова скажу. Значит, про антикоагулянты это понятно. Мы пароральные даем, мы больных в больницу не кладем, они у нас до больницы не доходят, но в отношении преднизолона, ну, преднизолон или метипред, мы дексаметазон не используем в принципе, терпеть не могу. А могу сказать, в гематологии дексаметазон используется только при мейломе, а при других заболеваниях, при гликозах нет. Вот, так вот, в отношении преднизолона. У нас тактика такая. Если мы дали антикоагулянты, и на третий день сохраняется температура 38,5, то мы даем гормоны. Гормоны мы даем эквивалентно 30, ну, 6 таблеток преднизолона в день однократно утром. Это примерно 100 миллиграмм преднизолона внутривенно в пересчете, да, потому что пароральный преднизолон в 3 раза более эффективен, чем внутривенный преднизолон. Но это, опять же, гематологические схемы. Если 2 дня еще сохраняется температура, мы добавляем до 60 миллиграмм. Больше пока нам не приходилось. Ну, у нас опыт все-таки довольно большой. Для этого достаточно. Значит, мы очень благодарны Андрею Алексеевичу за эту идею с самого начала, которую он пробивал с марта, по-моему, месяца, да, с антикоагулянтами. Но мы, как гематологи, пошли по своим путям, потому что, ну, на самом деле, если вы посмотрите по дозировкам, то с сильной большой разницей, да, что 200 миллиграмм, что 100 миллиграмм, это уже не принципиально, да. И то, и то много. Это не одна таблетка, да. И это явно не для того, чтобы сбить температуру. А понятно, что если температура длится долго, то здесь что-то происходит, идут какие-то нарушения, которые требуют, ну, достаточно серьезной терапии. Вот, ну, и мы отменяем сразу. Тут тоже вот идея была, как бы при пульсотерапии, ведь преднизолон дали 1000 миллиграмм, да, и тут же отменили. Его же не снижают постепенно. Вот, и мы тоже отменяем сразу, и не видим никаких проблем. Хуже, когда больной посидел на преднизолоне некоторое время. И вот тут, конечно, у нас проблемы. Так, будете отвечать? Пульмикорд при легкой форме следует ли назначать? При сухом кашле, ингаляции. А вы выключили микрофон, судя по всему. Да, специально, чтобы не было эхо, я выключаю, Павел Андреевич. Нет, я думаю, что не стоит комментировать. Здесь, в чате, коллеги почитают, да и сами вопросы мне неоднократно просто разбирают. Ну, назначать не надо, насколько я понимаю, да? Определены генетические предпосылки к течению тяжелого ковида. Насколько я знаю, не очень определены. Есть, Павел Андреевич, есть находки в локусах некоторых генов. И даже, кстати, эти работы очень хороши были при вне больничной бактериальной пневмонии. То есть, выделить, например, группу пациента, молодого, например, меня это интересовало всегда, которого, к сожалению, любое заболевание закончится септическим шоком и есть варианты с него потерять. Но вот практического итога никакого. Мы же не будем такое тестирование проводить в большом массе населения. Нет выхода, который бы мог... Конечно, было бы здорово. Есть генетические предпосылки. Давайте этому пациенту дадим такие противовирусные препараты, даже привез на течение, несмотря на его молодой возраст. Но с точки зрения практически целесообразности... Я думаю, что здесь настолько многофакторная патология и настолько много всего задействовано. Это иммунитет и гемостаз. Это две такие огромные, извините за выражение, помойные ямы, в которых мы молча понимаем. Мы видим только верхушки айсберга. Поэтому какая тут генетика? У нас были боли... А можно вам тогда задать вопрос в плане дискуссии? Время, мне кажется, у нас еще есть. Вот смотрите, например, другая ситуация. Речь идет о венозном тромбоэмболитии. То есть, конечно же, сейчас широко доступны тесты генетические, которые могут определять целый ряд... Все пишут. Они не играют никакой клинической роли. Никакой. То есть, важно, не надо завтра наших коллег и своих пациентов отправлять на это тестирование. И это не приход к назначению, там, я не знаю, а фиксабан. Не приведут. Ни в коем случае. Ни в коем случае. И там есть очень простая вещь. Значит, все эти полиморфизмы, которые найдены на сегодняшний день, они встречаются примерно у 10% населения. Да? Значит, если бы это имело какое-то серьезное значение, то 10% населения помирало бы постоянно от тромбоэмболитии. Этого же нет. Вот. Конечно, ну, не знаю, я... Мы всегда отменяем, если это беременным делает, начинается там какой-нибудь клексан колоть, мы всегда отменяем. Мы очень боремся против этой идеологии. У нас была большая статья на этот счет с Олегом Борисенко, если вы помните такого. Надеюсь, помните. Вот. Да, мы анализировали все это. Нет доказательств эффективности антикоагулянтной терапии при полиморфизмах. И это очевидно, почему нет. Хотя, когда это впервые появилось, да, мы все обрадовались. Другое дело, что этим не исчерпывается вся генетика гемостаза. Но там же, я уверен, что десятки, сотни, тысячи каких-нибудь еще дефектов, которые мы не можем нащупать, просто они редкие очень. Нет такой возможности. Поэтому... Прокомментирую. Коллеги, вы понимаете, вот можно со многими вещами спорить, тем более, когда речь идет о ковиде, там, о других лазологических форумах. Очень много спорите. И вот и мы с Павел Андреевичем нередко спорим, там, в ряде, да, ситуации и прочее. Но вот не зря этот вопрос был задан, и вы услышали ответ. Любая лекарственная терапия, она назначается при наличии показаний. Показаний, да? То есть... В первую очередь. Да, не будем лечить все-таки лабораторный анализ, да, в ряде случаев. Нужна другая...